Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Родион Архипов. С 2012 года реализуется новая федеральная программа развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств. Тем, кто изъявил желание построить ферму на селе, из федерального центра возмещается 30% стоимости строительства животноводческих помещений. Аналогичная поддержка оказывается из республиканского бюджета. Одним из первых фермеров, получивших грант на развитие семейного животноводческого комплекса, стал Григорий Атласкин из Комсомольского района Чувашия. Всего лишь за год ему удалось отстроить современную молочно-товарную ферму на 200 голов. Сегодня прошло торжественное открытие животноводческого комплекса, в котором принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Трудностей было немало, признается фермер. Нужно было покупать землю и технику, строить помещения для животных. Узнав о программе поддержки семейных ферм, подал документы. Один из первых в республике получил грант почти в 9 миллионов рублей. Это хозяйство было бывший совхоз Комсомольский, второе отделение. Здесь раньше занимались только свинокомплекс, свинотоварная ферма была. Я работал 4 года свинотоварной фермой, свиньи выращивал. И вот потом потихоньку перешел на крупный рогатый скот. В 2007 году я занимаюсь крупным рогатым скотом. Было у меня 12 голов, на сегодняшний день у меня 256 голов. Семейная ферма от Ласкиных небольшая по размеру, но вместе с тем это современное технологичное предприятие с законченным производственным циклом. Сама ферма, где содержатся коровы, доильный цех и цех по переработке молока. Эта установка и делает производство прибыльным. Заводы принимают только охлажденное молоко от хозяйств, поэтому раньше почти весь надой шел на корм для телят и свиней. Теперь же ферма производит молоко только в высшей категории. Ферма семейная, поэтому основная рабочая сила – родственники Григория Васильевича. Всего же он трудоустроил 8 человек. Работы предстоят еще немало. Территорию вокруг комплекса необходимо облагородить, построить дорогу, чтобы молоковозы и сами работники могли спокойно добираться до фермы. Кстати, только из натурального молока высшего качества получается вкусный сыр. Это прекрасно знают на молочном заводе «Изамбаевский», который также расположен в Комсомольском районе. Его в рамках рабочего визита также посетил Михаил Игнатьев. На предприятии выпускают 14 видов полутвердых, рассольных и мягких сыров. В сутки перерабатывают 30-35 тонн молока. Молоко местное. Поставляют его на предприятия хозяйства Комсомольского и близлежащих районов. Молоко у нас натуральное. Вообще мы из цельного молока производим весь сыр, без всяких консервантов, всяких добавок. Сыр у нас натуральный, что мы вообще-то и отмечаем на нашей этикетке. Многие сотрудники предприятия верны им уже на протяжении 10 лет. А работу свою любят и знают на отлично. Все делается руками, вручную все делается. Вы сами знали, оттуда выходит с аппарата, нитки срезаются сколько по размеру, потом плетется руками. На глаз уже все знаем и все плетем на глаз. И оно получается 300-400 грамм. Каждый год появляются новые наименования сыров. Последние новинки – это сыры Эмеритинский и Замбаевский. Причем 80% выпускаемой продукции поступают на прилавки магазинов Москвы и Подмосковья. Со следующего года планируются поставки в Санкт-Петербург. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Чувашия получила 10 миллионов рублей из резервного фонда президента России. Согласно распоряжению Владимира Путина, средства будут выделены на капитальный ремонт зданий учреждений социального обслуживания. Всего же регионам направляются почти 349 миллионов рублей. В Чувашии деньги за ремонтные работы получат и Бресинский, Калининский, Карабай-Шамуршинский, Шомиковский, Юськосинский и Вурманкосинский психоневрологические интернаты. Контроль за целевым назначением, результативностью и эффективностью расходования выделенных средств поручен Кабинету министров Чувашии. Сегодня заместитель председателя Кабинета министров, министр здравоохранения и социального развития Чувашия Алла Самойлова дала пресс-конференцию. Главное событие, которое произошло в этом году, впервые в Чувашской республике зарегистрирован положительный прирост населения, впервые практически за 20 лет. Это общий тренд Российской Федерации. Чувашская республика в данном случае тоже оказалась в числе тех регионов, где положительный прирост населения зарегистрирован. В абсолютных цифрах рождаемость увеличилась более чем на тысячу новорожденных детей. А если говорить о том, что и уменьшилась смертность, то в целом мы можем говорить о том, что в целом жители Чувашской республики на сегодняшний день стало почти на 1200 человек больше. Полную версию пресс-конференции министра здравоохранения и социального развития Аллы Самойловой смотрите на нашем канале завтра в 18 часов 30 минут. Одной из тем повестки дня коррадиционного заседания по обеспечению правопорядков Чувашая стала безопасность дорожного движения. Глава республики уделил этому вопросу особое внимание и обсудил проблемы с министрами. В нашей стране каждый год на дорогах гибнет более 30 тысяч человек. Это сравнимо с количеством жителей среднего населенного пункта. По статистике, Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по числу ДТП со смертельным исходом. И, к сожалению, наша республика не отстает от российских показателей. Увеличилось число погибших на дорогах по сравнению с прошлым годом. Как отметили на совещании, связано это во многом от культуры водителя и пешехода. Кроме того, высокой интенсивности движения превышено в 2-3 раза количество маршруток. Это рождает нездоровую конкуренцию и агрессивный стиль вождения. Более 40% ДТП случается из-за плохих дорожных условий. Как в текущем году, в местах совершения каждого шестого происшествия выявлены недостатки в содержании дорог и технических средств организации дорожного движения. Наиболее характерными недостатками явились отсутствие горизонтальной разметки и ее плохая различимость, занижение обочины по отношению к проезжей части и дефекты покрытия. Для того, чтобы снизить смертность на дорогах, необходимо осуществлять контроль за пассажирским транспортом, установить освещение на местах пешеходных переходов и, конечно же, отремонтировать дороги. Средства мы сейчас выделяем за счет дорожного фонда и муниципальным образованием, городских округов, для того, чтобы и во дворах была соответствующая комфортная ситуация. Но, с другой стороны, где мы ремонты проводили, уважаемые городоначальники, прежде всего по городским округам, там скорость движения увеличивается. Действующая программа «Безопасный город» также призвана улучшить положение дел на дорогах республики. Установленные камеры уже принесли положительные результаты. Татьяна Филатова, Константин Козлов, Республика. Завершилась реконструкция еще одного участка трассы М7 «Волга» возле села Никольское в Ядринском районе. Специальная комиссия накануне оценивала объект. Два года назад, к моменту начала реконструкции, дорога на этом участке была узкой. Как говорят дорожники, она принадлежала к так называемой второй категории. Была двухполосной. Сейчас ее категорию повысили. Она стала четырехполосной с разделительным ограждением. Словом, участок здесь расширился. А у дороги появился путепровод сверху, развязка с пятью съездами и другой, арочный, снизу. Такой вариант должен сделать движение безопаснее и увеличить пропускную способность на участке. Основное требование – это безопасность движения. При двухуровневой развязке ДТП практически в одном уровне исключается при пересечении автомобильной дороги. До двухуровневой, чтобы поверху шла автомагистраль, и местные жители могли по нижней части спокойно, беспрепятственно, без пересечения дороги с высокой интенсивностью, перейти в другую деревню, переехать. Исходя из требований безопасности, дорожная разметка нанесена термопластиком. Здесь также установлены сигнальные столбики, фонари, современные барьерные ограждения. Реконструировали тот участок дорожники из Чуваш-Автодора и Дорис. Применяли инновационные конструкции и материалы. Комиссия осмотрела весь участок. По ходу проводила замеры, проверяла ширину дороги, обочин, уклоны проезжей части и обочин, испытывала сцепление покрытий. В итоге комиссия приняла объект. На глазах у жителей города Чебоксара в микрорайоне Богданка растут новые дома. Огромный и уникальный проект реализует компания СУОР при поддержке Сбербанка России. Строительство ведется 7 дней в неделю в 3 смены. В этом убедился председатель Волговятского банка Сбербанка России Сергей Мальцев, побывав на строительной площадке. Новые дома повышенной комфортности. Торговые центры, детские площадки, парки и сады. Микрорайон Богданка уже через несколько лет должен преобразиться до неузнаваемости. Здесь вырастет новый район под названием Садовый, состоящий из 13 микрорайонов. Еще на начальном этапе компания СУОР начала сотрудничать со Сбербанком России. Кстати, сама идея возвести город-сад возникла после встречи Владимира Ермолаева с президентом Сбербанка России Германом Грефом. Именно он 5 лет назад посоветовал обратить внимание на то, что для софинансирования объектов инфраструктуры в стране создается инвестиционный фонд. В короткие сроки представители компании СУОР разработали и защитили бизнес-проект. А уже в 2009 году было подписано инвестиционное соглашение. И сюда мы привезли 1 миллиард 100 миллионов денег и все вложили, все отчитали, все на сегодняшний день работали. Такая серьезная поддержка позволила установить стабильную и привлекательную цену за квадратный метр – 33 тысячи рублей. Так было полгода назад, такова цена и сегодня. В Садовом районе планируется возвести дома общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Чтобы обеспечить максимальный комфорт жителям района, на его территории будет располагаться необходимое количество торговых площадок и социальных объектов, в том числе школ и детских садов. Садовый район станет родным для 120 тысяч жителей. 60 тысяч квадратных метров жилья уже построено. В следующем году планируется возвести в два раза больше. Мы сегодня работаем 24 сутки, 7 дней в неделю и 30 дней в месяц. И с скользящим графиком приняли на работу на сегодняшний день 1600 человек. И вот благодаря именно людям, чувашки-строители всегда были одним из лучших. Вот они у себя уже на родине, в Чебоксарах показывают, какие они мастера. От закладки фундамента до сдачи дома проходит всего несколько месяцев. Такие высокие темпы стали возможны благодаря огромному объему подготовительных работ, выполненных до начала строительства самих зданий. К домам подведены все коммуникации. Запущено собственное производство стройматериалов. Было интересно посмотреть, посмотреть, какие технологии используются, как удается за полтора месяца строить целый дом. Действительно уникальный микрорайон. И я приглашаю наших клиентов, жителей города, тоже побывать на стройке, покупать квартиры, воспользоваться услугами, в том числе Сбербанка, по ипотеке. Кстати, по проекту «Садовый район» Сбербанк выдает льготный кредит по 12%. После сдачи дома ставка снизится до 11%. Надежда Яковлева, Николай Яковлев, Республика. Новоселы этого микрорайона будут далеки от проблем жителей дома по улице Привокзальной. Целый ворох коммунальных проблем накопился в одном из домов. Протекающая кровля, неотапливаемые квартиры и вечная вонь в подъезде. Люди говорят, что такие далеко не идеальные условия им приходится терпеть на протяжении многих лет. Жильцы не помнят, когда проводился капитальный ремонт. Коммуникации постепенно приходят в негодность. Жители дома уверяют, что чиновники и коммунальщики на это долго закрывали глаза. Достучаться до них все-таки удалось, будут ли решены проблемы. И как скоро узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Куртка, под ней свитер, а на ногах валенки. В одежде многие жильцы этого дома не только выходят на улицу, но даже спят в квартирах. Столбик термометра застыл на 17 градусах. Это на два ниже минимально допустимой нормы. Вот эту шапку снимаю. Я лежу, так же сплю. Вот сейчас покажу я вам. Вот песорукавник у меня, песорукавник я не снимаю. Вот, шерстя на это. Иначе невозможно спать. Комнатная температура в доме стала ниже с приходом морозов. На холода жалуются даже те, кто установил в квартирах пластиковые окна. Батареи в помещениях, рассказывают жильцы, меняли недавно. Но толку никакого. Ремонта, говорят люди, требует и канализация. Из-за забитых труб в подъезде постоянно стоит невыносимый запах. Чтобы проветрить помещение, жильцам приходится каждый раз открывать уличную дверь. В подъезде, если зайти посмотреть, у нас все стены от пары, все мокрые. Окна у нас неутепленные, поэтому все окна у нас обледеневшие. Так если смотреть на козырек, на этот, тут потом такие сосульки висят. Эти вони постоянно. Постоянно открытые двери. Это очень приводит к тому, что да, и тепло уходит. Мы отапливаем улицу. Капремстрой нам говорит, что мы платим по счетчику. А в итоге получается, по нормативу даже больше люди по нормативу меньше платят, чем мы по счетчику. Чтобы хоть как-то защитить жильцов от канализационного пара, коммунальщики заделали щели в полу специальной пенной. Другого выхода из проблемы пока попросту не нашлось. Каждый год жильцы дома борются с дождевыми потопами. Кровля, говорят они, словно ли шито. В подъезде из-за постоянных потеков и сырости образовалась плесень. Хозяева квартир уже боятся клеить дорогие обои. Со стены сыпается даже штукатурка. Каждую весну они держат на готове тазы, ведра и половые тряпки. Специально красили крышу потолок, чтобы более-менее так аккуратно было. А толку от этого постоянно все протекает. Специально снимал, когда топило. Как там все кругом капало. Это показывал главный инженер. Он просто посмотрел и сказал, иди со своими проблемами. И за такую, в кавычках, роскошь люди отдают большие суммы. Только за двухкомнатную квартиру в месяц набегает до 3000 рублей. Откуда берутся такие счета, жильцы не понимают. Несколько лет назад здесь установили общий домовой прибор учета. Просим, требуем, чтобы вот этот счетчик, который стоит на тепло, снять на проверку и проверить работу этого счетчика. К сожалению, ничего не делать. То говорят, что насос нужно убрать, то насос надо включить, то регулятор там заменить. В управляющей компании, которая обслуживает этот дом, все проблемы признают. Зданию, говорят, здесь необходим капитальный ремонт. От латания кровли до замены абсолютно всех коммуникаций. Сейчас они работают на пределе. После постоянных жалоб и писем в разные инстанции на помощь жильцам направили все ресурсы. Первоочередная задача – обогреть квартиры. Вся загвоздка в работе терморегулятора. Ситуация была следующая. Сначала некоторые квартиры говорили жарко. И писали заявления. Начинаем подстраиваться под них. Выясняется, что часть квартиры сейчас замерзает. И не можем. То есть прямо противоположное мнение. Собственно говоря, вот Домком это и признала. И на одном из совместных встреч мы приняли решение, что действительно мы теперь слушаем только лишь одно мнение. И пусть они внутри дома его выработают. Холодно, значит, подстраиваемся под это. Люди надеются, что хождение по коммунальным мукам закончится очень скоро. Управляющие компании обещают, ремонтные работы будут проводить по возможности. На свой баланс этот дом капремстрой взял только два года назад. За все это время ком-проблем только умножился. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Судебные приставы начали взыскивать задолженность должников в пассажирских поездах. На железнодорожном вокзале Чебоксар во время стоянки поезда судебные приставы предлагали должникам погасить задолженность прямо на месте. В противном случае они могли наложить арест на принадлежащий должникам фотоаппарат, сотовый телефон или иное имущество. Буквально за несколько минут до отправления поезда отъезжающие горожане оплатили свои просроченные штрафы и госпошлины на общую сумму около 3000 рублей. Проверить свою задолженность можно на сайте судебных приставов. А в пятницу пройдет акция в трех торговых центрах столицы. В Мегамолле, Каруселе и Шупашкаре можно будет также проверить свои долги и при необходимости их оплатить. В Чувашии прошел рейд нетрезвый водитель. Инспекторы в этот раз решили проверять водителей не на центральных улицах, а на маленьких внутриквартальных территориях. Если у водителя обнаруживались признаки алкогольного опьянения, ему предлагали пройти медосвидетельствование. В ходе рейда задержаны в нетрезвом состоянии 22 человека. Мы у вас вообще телефон не трогали. Только сейчас я вам передал. Точно не оказывали сопротивление? Нет, как я могу оказать? Они мне специально перетянули, чтобы у меня рука не двигалась. У меня синий уже. На портале кап.ру проходит голосование на тему, какое время, начало и окончание служебного дня, по вашему мнению, должно быть в государственных и муниципальных органах и учреждениях Чувашской республики, расположенных в городе Чебоксара. Вопрос по изменению рабочего времени возник из-за сложной дорожной ситуации, когда в городе в утренние и вечерние часы затрудняется движение. На данный момент лидирует мнение, что рабочий день служащих должен начинаться в 9, а заканчивается в 18.00. Если вы тоже хотите поучаствовать в голосовании, заходите на сайт кап.ру. Весь год на национальном телевидении при поддержке Министерства культуры Чуваши проходила викторина «След в истории». Она была посвящена памятным местам, историческим событиям и людям, внесшим особый вклад в развитие нашей республики. На днях прошло награждение победителей. К нам пришло немало писем с правильными ответами. Но викторина есть викторина. Победителями стали только те участники, которые прислали ответы первыми. Дипломы и ценные подарки получили самые активные и внимательные жители нашей республики. Когда я отвечала так легко и так увлекательно, было столько всего нового находило, что впредь я буду призывать всех к этому. Это очень увлекательно. Нужны такие конкурсы, я считаю. Все передачи очень интересные. Давно я эту передачу смотрю. Давно. То, что там Сохой мужик, это Паша, Землю. То, что там хоровод вышли. Тоже все интересно. Я говорю, как бы это записывать все. Все нам понадобится. Теперь у нас уже без электроники ничего. Без мультимедии мы уроки не проводим. Это все понадобится в жизни школы. Тем более, сейчас учители очень много требуют. Сейчас везде участвовать должны мы в конкурсах, викторинах, олимпиадах. Мы благодарны всем участникам телевикторины, оставившим след в истории и республике, и национального телевидения. Полная версия финальной программы на нашем канале в 20 часов. До Нового года осталось меньше двух недель. Город с каждым днем становится ярче от новогодней иллюминации. Главы трех районов столицы республики проехали вечером по Чебоксарам, чтобы еще раз проверить новогоднее оформление. В этом году, как отметили чиновники, больше организаций и предприятий откликнулись на просьбу городских властей украсить свои объекты к празднику. К слову, такая активность будет отмечена призами и подарками. Сразу в нескольких конкурсах на лучшее оформление будут выбраны победители. Во время объезда руководители районов города встретил самый настоящий Дед Мороз. Я сейчас ехал по городу, очень красиво все оформлено. Везде горят у нас елки, везде красочка украшена. Вообще классно, здорово. Дорогие наши горожане, всех поздравляю с наступающим новым 2013 годом. Желаю вам всем успеха, счастья, любви. Главное, любите друг друга, живите в радости, счастья вам и успеха. Кстати, официальная резиденция Деда Мороза откроется в субботу на Красной площади на городской елке. Там же пройдет подведение итогов и награждение победителей конкурса новогодних подделок «Волшебная елка». Конкурс организован совместно Национальной телерадиокомпанией «Чувашия» и Управлением культур администрации города Чебоксары. Сейчас все игрушки выставлены во дворце детского и юношеского творчества. Конкурс «Волшебная елка» подходит к концу. Все игрушки заняли свои места во дворце детского и юношеского творчества. Сюда может прийти любой желающий и увидеть все своими глазами. Здесь появился поистине сказочный лес. А наша елка самая волшебная. Впереди подведение итогов и торжественное награждение победителей 22 декабря на Красной площади. Ждем всех на праздник. Напомню, что победители получат билеты на новогоднюю елку во дворец детского и юношеского творчества. И подарки от партнеров акция. Компания «Ваши окна» приняла участие в акции «Волшебная елка» с целью поддержать творчески одаренных детей и помочь им самореализоваться. Новый год – это волшебный праздник, где все дети ждут волшебства и исполнения своих самых заветных желаний. На конкурс было представлено множество поделок. Все они замечательно красивы, но есть и те, которые достойны отдельного внимания и заслуживают награды. Компания «Ваши окна» с удовольствием примет участие в церемонии награждения. Мы будем очень рады, что у кого-то из детей исполнится их заветное желание. На этом наш информационный выпуск подходит к концу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Хорошего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова